всем привет меня зовут ксюша хоффман это пушка сегодня у нас гостях актер рэпер глеб калюжный глеб привет спасибо что ты пришел рад видеть тебя глеб калюжный пожалуйста за ваших терок с отцом я должен сидеть в этой дыре ты родом из москвы я насколько знаю расскажи немножечко пожалуйста своей семье у меня очень большая семья матушка отец где-то брат старший сестра младше и сестра еще от отчима это родные вот еще есть двоюродные троюродные и много короче у меня у меня очень большая семья мы все общаемся мы все любим друг друга поддерживаем друг друга когда так очень много раз слышала что ты постоянно переходил из школы в школу то есть ты очень часто их менял почему так происходило ну там разные обстоятельства первый раз я первый раз я перепоступил в школу я поступил закрытую школу санаторную лесную потому что и я учился в третьем классе и я выкупил как можно прогуливать школу блин мне так плохо грел болит там что-то у меня болит и и я выкупил что живот болит это как бы нормальная тема это не температура то есть не то что сработает безотказно и ну там пару уроков мог прогулять на день еще что-то поросами так получалось это живут ну я говорю третий класс где-то и в какой-то день я такой просто мне реально заболел очень сильно живот и у меня оставалась с нами бабушка сидела и она же ну она говорит сушили какой-то же там третий какой-то раз пойдем в поликлинику а мне реально было ну прям больно прям больно живот ну пойдем ну и плюс чтобы не мы пошли там сказали что что-то какие-то проблемки с желудком и что можно полечиться можно помещиться вот санаторий на лесной школе номер 11 в том или на это как лагерь вот и я такой лагерь а я один раз был уже в детском лагере спортивном в первом классе вот на тот момент и мне когда я там был не нравилось но не очень нравилось я был первоклассником который остался там на две на три недели на новый год так а дальше что случилось а что дальше случилось да прям вообще все хочу все знать не вообще все не расскажу это одного интервью не хватит хорошо первую школу ты поменяла я поняла а дальше что вообще сколько школ ты поменял дальше из развода родителей мы переехали ну переезжали в центр и это была инициатива мамика и тогда и брат мой старший учился в какой-то гимназии или в какой-то школе там для одаренных детей он он очень шаристый башковитый вот парень и был есть остается им вот он учился в центре у мамика работа в центре ну и как бы а почему родители развелись я не разговаривала ты мне как-то на меня не касается но я ну почему люди просто не сошлись характером или еще что я не хочу это их хорошо я тебя поняла так значит вторую школу ты поменял когда переехал из развода родители на дальше дальше совместили школа была программа по совмещению там собянина очередные инновации лучше не все круто сейчас где-то меня там где-то на люстру повесили ну совмещение школ было у нас было очень большое здание очень мало детей соседние школы с углубленным изучением испанского языка все и просто совмещились совместили школы кого-то там кто-то перевелся кто-то остался ну а ты ты перевелся я остался все осталось совместили и в новое здание которое было там чуть ближе к моему дому это все в центре там между пушкинский баррикадный арбатский находилась и мне было там к дому еще ближе поэтому это ну ладно школа круто и ты я так понимаю закончил эту школу нет 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 еще дальше 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 я начал косячить ну просто ну взрослел что дрался не знаю ну блин ну чё только ну и ну и такое было так а ушел ты из-за чего почему школы зашел за того что прогуливал за то что стоял на учете за того что вообще не появлялся на учебе плохо себя вел ну прям ненормально себя ну прям по скотски по скотски да и по отношению вообще ко всем но на самом деле там много там много было но я не хочу тоже только на на себя тоже все одеяло там тянуть ну понятно что дурак маленький но и все и потом просто комиссия по делам несовершеннолетних и я не появлялся дома мне были очень напряженные вот наверное в тот момент самые такие непонятки вот с матушкой тот возраст еще год плюс ну то есть ты получается сменила еще одну школу и вот она была последней или все-таки нет это вот эта комиссия по делам несовершеннолетних сидят дяди тети ну и просто решает судьбу и там типа было несколько вариантов развития событий то что меня отправят прям в какой-то типа не санаторная лесная школа там типа школа сизо короче где ты год прям ну не то есть не уезжаешь оттуда прям сидишь и такие заведения есть я думаю что они сейчас до сих пор есть потому что есть реально такие случаи и там сидят с дубинка если ты что-то не выучил прям ну то есть там прям то есть но я не знаю насколько прям настолько но на свыше на таких местах но чем все закончилось видел людей детей оттуда и чем все закончилось меня отправили в не отправили определили у меня лайт история была мне отправили в школу для детей с девятым поведением это колледж политехнический техникум номер два самый лучший техникум москвы почему потому что там там хорошие люди работали работают любят то чем они занимают детей как минимум я так понимаю что колледж этот закончил я хотел его закончить я не хочу так развалку сижу я уже не могу прям уже не закончил его расформировали у меня заканчивал девятый класс и у меня было несколько вариантов развития событий я уже поснимался в кино фильмах вот перед поступлением важным перед поступлением в эту школу в этот техникум и как раз этой весной 2013 года пока вот я переходил пока вот месяц движуха была я попал там на кастинг на пробу 14 плюс и ходил там всю движуху делал и снялся снимался летом и то есть это был тот первый там сразу же после него там еще коротким короткометражка студенческая после там красный браслет это все было там плюс-минус отрезками небольшими то есть там два-три месяца там ничего нету и хоп кастинг хоп пробуху дальше 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 вот и и и я там был уже на хорошем счету в принципе ну потом восьмой сам девятый класс уже и там ставили куда-то капитаном команды квн потом поставили еще что-то то есть стихи читал выступал ездил на мероприятие декабрь новогодняя пора и большая суета в торговых центрах я активно пользуюсь карты сбера и всего лишь за месяц мне удалось накопить две с половиной тысячи бонусов программы сбер спасибо и теперь пришло время их потратить с бонусной программы сбер спасибо я легко коплю бонусы до 30 процентов а потом экономлю и трачу их до 99 процентов на скидки у партнеров целый декабрь я носилась как сумасшедшая чтобы купить подарки любимым друзьям но теперь я смогла сэкономить и на бонусы накрыть новогодний стол а еще в период с 29 по 31 декабря можно переводить бонусы без комиссии так что смогу подарить немного бонусов своим друзьям чтобы они могли порадовать себя покупками у партнеров программы крутой движ на мой взгляд ссылка будет внизу в описании копии трать бонусы с огромным удовольствием так в итоге ты закончил учебу там расформировали вот учился в принципе плюс ну так себе точно тройки на четверки ну там что-то там хорошо знал и в принципе мог бы очень хорошо знать но у меня были другие интересы еще параллельно там музыка тоже кино и работа еще просто работаю чтобы существовать на что-то и помогать там косвенно чуть-чуть семье мальчики то есть получается после 9 ты ушел после 9 пошел слух о том что я закроют и должны были закрыть но они закрыли и мы подумали что все будет ток и нормально закончим здесь у меня был выбор пойти в театральную я думал об этом колледж олег павлович табакова либо школа фсб спецназа то что у меня хорошее спортивное прошлое у меня были планы либо мхат либо гидз то есть прям ну прям конкретная цель и ничего 10 класс стучился ее расформировали в итоге и я погнал вот искать куда пристроиться одна школа там ничего не получилось зауч довела мамика до слез короче а я ее послал прям вот прямым текстом ну прям прямым текстом послал за это ну когда я узнал это было не при мне а что она сделала что она сказала ну что-то там я уже не помню потом экстернат какой-то мы пробовали поступать еще что-то тоже искали деньги а потом поступили в какую-то школу 1173 или сейчас не вспомню какой какой уже номер короче вот это была крайне моя школа последняя это ее закончил кем тебя вообще хотели видеть родители ну там не знаю знаешь многие там кому-то говорят своим детям ты будешь экономистом или юристом или врачом а вот что тебе родители говорили мне лет в 10 в 9 говорили ой артист вот так вот типа да нет на самом деле не было как вот что вот там будешь тем-то или тем-то учительница литературы и русского языка говорила что тебе нужно поступать театральное а как у тебя вообще отношения с одноклассниками складывались ты все-таки часто переходил у тебя был новый коллектив постоянно как ты вообще приживался так сказать да как-то приживался на самом деле я достаточно такого своем своем мир кем маленьком живу да и в принципе много у кого и мои двери всегда открыты были и есть для людей там главное ноги вытирать перед тем как заходите все но да нет все хорошо было у меня так получилось что я стал связующим звеном нашей такой вот подростковой компании вот ребятка были именно подростками с одним вот учился как раз с одним другой там был на класс старше они вообще там наши класса там вот этот как раз новая школа первая школа которая в центре было после закрытой школы перед вот этой испанских самому чтобы не запутаться и короче и и дает там один одноклассник 2 тоже там ну вот такая компания в итоге ребята сейчас все общаются дружат до сих пор между собой я тоже ну короче поддерживаешь контакт ну да да ты уже не раз вот рассказывал историю о сообщении в контакте своем первом кастинге вообще вспомнив вот этот день более подробно что ли вот что-то чувствовал что как тут какие чувства эмоции это испытывал в этот день прям вот подетально помню что валялся не так вот на кровати жрал чипсы смотрел симпсонов что-то типа того курил и короче ну что-то ну типа такое лежал и откисал ну и просто мне вконтакте приходит сообщение то есть я подумал что это какой-то спам или что это не какой-то спам ну какая-то фигня рассылка да еще аккаунт странный там ну типа ну когда смотришь в контакте на страницу там ну ты понимаешь то есть там стоит фотография человека или ну я вот никогда не доверял там вот эти вот там какая-то картинка еще чего-то вот ну такой я не ответил так ну а потом через через неделю там общалась с матушкой как прошла неделя и вот разводил какие-то вконтакте написали позвали на кастинг и мама сказала иди давай нет мама не сказала иди давай мама сказала смысле смысле такое бывает ну я такой ну не знаю это есть письмо гури есть ну показываю и она читает и слушай там типа студия 3 то я никита михалков полный метр тебя на главную роль зовут вроде как все серьезно и там от отачу даже ничего не этого почему еды куда ну и короче ты ответил потом они написали что о глеб это правда вы глеб круто что спасибо что ответили тип у вас нашли типа мы ждем там на кастинг-то пробу они не могли мне найти потому что у меня было там какое-то эннень там количество фейковых страниц там и как они говорят там андрей зайцев режиссер соня риска вторая что говорит что там 100 там или все что-то 50 но именно фотография где я еще вот там такой мелкий ну а когда ты впервые вообще почувствовал что ты популярен вот эту популярность когда ощутил я ощутил когда первую звездочку свою понятие не попнул от популярный или какой-то известный или вот что это ты вот оттуда ты когда это было как давно лет в 15 16 еще ничего не вышло еще ничего не по выходил у меня вообще были это вообще было по-другому звездная болезнь она проявляется по-разному как она у тебя появилась она стала толчком по итогу это типа ну что и я никому не нужен я вот такой непризнанный не при юный непризнанный гений который никому не нужен в юношеском максималистки загона в принципе это нормально наверное когда тебя впервые начали узнавать на улице 14 плюс и какая у тебя реакция 2015 год ну ты офигел только тебе подходит там не знаю чак перед давай сфоткаемся ты такой чё с одним из ребят с которыми мы общались когда вот я в центре жил и учился это это период с 10 до 15 лет мы смотрели с ним какой-то там сериал патента и мы узнали кого-то из актеров кому возле дома там что-то там где-то у нас на районе просто там проходил парень второго плана или что-то такое ну роль него было ему такие круто и я не знаю тут наверное один раз вот кого-то узнал и я сопоставлял как не сопоставлял даже да я не знаю сфоткаться человек хочет ну круто это это ему в эмоции доставит может маленький муж нет то есть тебе не доставляет это дискомфорт нет но доставляет иногда когда самочувствие плохое или еще что в принципе нет никогда такого что отказывал кому-то ну прям вообще прям я могу там по пальцам рук наверное когда это было это потому что это но человек некорректно ведет ну там дерзит или еще что но вот многие популярные люди всегда говорят что например их бесит когда к ним подходят когда они едят это не это не очень разные люди есть у каждого разные там границы свои там границы там с другими людьми у каждого разное воспитание все говорят всегда и спрашивают про мою но и всем как бы можно можно всех на место поставить если нужно у тебя были такие ситуации когда тебе приходилось ставить на место к сожалению сейчас не стоит на место типа ну ну как это происходило ну неприятно не типа как происходят любые ситуации ну и что человек подошел и не знаю такой братан чего или как это вообще ну нет типа я слышь ты твоя подруга меня узнал где были что-то не твоя подруга даже вот вот так же твоя подруга меня узнала вот такими словами примерно и как ты реагируешь обычно никак не пошел нахуй да все нормально нет ну как бы стараюсь правда просто этого избегать так лучше окей а бывало ли такое что приходилось силу применять да расскажи поподробнее хотя бы одну ситуацию вспомни да нету какие-то были разные ситуации ну я бы лишь в общем-то вспоминаю что они все в любом случае мир заканчивались на накал мог быть вообще вот такой все говорят всегда про плюсы спрашивают про плюсы быть востребованным и популярным но я бы хотела чтобы ты рассказал о минусах для себя не странно когда когда вы мне говорят востребован или популярен потому что я не знаю как это типа чувствуется ну вот что люди там подходят фотка для меня образ жизни просто был и поэтому для меня это обыденность что я занимался там музыкой снимался и как-то вот весь что деньги стреляют все типа о у тебя типа тебя знают там кто-то из моих еще и там у тебя вроде там сетях ничего так у тебя вот на органе назвали там чуть ли не главным открытием года спасибо им большое за это я правда для тебя нет минуса вообще в целом за твоей профессии связаны с ней популярностью востребован минус то что типа не знаю люди то что неправильного могут быть обо мне мнение какое неправильное суждение а тебе самые распространенные самый-самый актер вот это молодой там 2 там 2023 саша петров вот это ну тебя это обижает это не бежать и да и как любой человек не люблю наверняка сразу саша петров очень крутой но цели я ставлю как бы грандиозный любом случае и стремлюсь к ним но ты радуешься своему успеху который у тебя есть да я благодарен всему тому что есть происходит моей жизни как бы она не произошло как бы не было я так поняла что у тебя нет актерского образования ты так и не поступил в театральное театральное да не было ли хейта со стороны актеров например из-за этого что-то было ну это смысле ну короче это есть как это происходит внутри вашей тусовки я не могу отнести себя к театральному актеру потому что но театр и кино это ну это разные вещи это очень по-разному но там все равно это все кино пошло от театра и и ну театра аутом по-другому там если ты не нравишься тебе об этом не будут типа напрямую говорить и и и в жизни в повседневной не всегда так происходит меня гасили в кадре короче у меня были такие случаи на площадке я не буду называть не проекты не актеров естественно чем как я люблю это это только закаляет делает сильнее ну каким образом гасили ряблику не дает им правильно говорить а про существовать правильно оценку правильную ну вот бывают какие-то вот бывали такие случаи пару раз было что я типа прям встал и ушел а можешь рассказать когда вниз на съемках на пробах когда ты сразу же чувствуешь что к тебе вот но не приезнь эти бы я сразу же встаю там и ухожу в актерской тусовке ты замечаешь зависть к себе что ты такой молодой у тебя такая потрясающая карьера да еще и без театрального образования актерского гандон то есть есть зависть видишь ее может быть я слишком доверчивый может быть я слишком люблю видеть в людях хорошие мне попадаются хорошие ребята по крайней мере в последнее время или не в последнее вообще везунчик ты стал особенно популярен в этом году потому что у тебя были классные проекты такие как трудные подростки новенький и вообще много других работ расскажи насколько этот год оказался знаменательным для тебя знаковым или у тебя просто по течению все идет вот и такой ты не придаешь этому значение ты просто плывешь по течению больше второе но я не могу сказать что типа ну я такой там плюю в потолок и как бы о да чё там ну прикольно но нет такого но я как бы я радуюсь достижением я просто теперь работаю я делаю то что я люблю делаю это насколько могу хорошо стараюсь лучше учусь а высоком там о чем-то хочешь сказать да нет нас просто цели больше чем просто там сниматься в кино ну а какие цели не только у нас посниматься в кино и не только посниматься снимать кино ты хочешь быть режиссером если учиться поступать то на режиссеру это то что интересно мне по крайней мере сейчас два года три года я об этом думаю поступать в гитис на актерско режиссерский курс на ближайшее время следующем году например учебным будешь возможно я полечу куда-то не у нас учиться мастерство и в знаниях но и и в опыте в практике практика 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 еще раз практика каждый день ну вот а скажи а тебе нравится в целом вот эта актерская тусовка она я так понимаю сейчас в 90 процентов окружает что-то из них что-то тусовку назначены типа то есть это актеры там режиссеры там операторы ну вот вся вот это акте весь этот актерский движ ты максимально в него погружен или все же повседневной жизни ты общаешься но с ребятами которые к этой сфере вообще не работа работа то есть у работы все прям работа 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 но не то что типа мы здесь пахари на заводе но как бы нет теплые взаимоотношения дружеские хорошие с кем-то с кем только знак ну знакомству свои интересы театральные ребята у них все равно не там у них спектакль мы там друг другу сейчас там гости что-то это придем на камергерском переулке там где-то с кофе попьем там посидим пивка попьем ты наверняка видишь как это собой в трендах ютюба сериал и вот сериал трудные подростки стал вообще просто супер успешным как ты вот сам считаешь почему так случилось почему вот такой фурор сериал крутой история крутая персонажи классные интересно смотреть на насколько вообще для актера важно попасть популярный проект не угадаешь никогда популярный он будет или не популярный но нет если тебя как бы присылают вот бюджет 100 там миллионов там долларов сша и там у них как бы там все сразу же есть такие есть какие просто присылают палку и еще одну палку штатив типа такой листок белый и там два-три слова такие вот мы собираемся там по перекати полю собирать энергию космоса и таким образом снимать наш фильм у нас очень большие как бы люди даже еще не знаю что они хотят снимать я знаю что ты снимался в таком фильме перформанса если можно так назвать скандальный фильм аутло но просто это очень типичная история для россии ты наверняка сам понимаешь потому что там в центре сюжета герой гей и трансгендер как бы расскажи вообще почему ты согласился участвовать вообще сниматься в этом фильме сначала отказался почему потому что боялся что это какая-то чернушная история вот какой-то палка с деревом то что мне присылают и рассказать о том как у нас все плохо ничего нового все умирать вместе после сеанса с бутылка портвейна или типа того ну короче а согласился почему мне польстило то что меня хотят видеть на эту роль на роль альфача вот барни которого играл тебе понравилась просто роль который тебе предложил нет не только мне в принципе понравилась история в целом то есть я такой типо в это может быть круто это дебют и я понимал что то есть вот такой вот хороший там мальчик там типа вот там вот там снялся там и сейчас вот в гавном в гавне вот он в гавне вот вляпался снялся вот все понесло и вот не туда ну я говорю у меня польстило того что друзья такой нет я не хочу в этом сниматься и через две недели там через три говорит слушай вот мне звонит режиссер ксюша и спрашивает почему почему-то отказался если ты не против она ну то есть она не настаивает но хотел бы с тобой там увидеться познакомиться как-то лично ни к чему не принуждаю просто потом talk about и все хорошо да почему нет но ты встретился с ней да я прочитал перечитал такой окей почему нет дебют круто прикольно оператор там знакомый там этих там одного из там моей знакомых режиссера она очень крутая ну скажешь сколько ты получил за этот проект двести пятьдесят наверно хорошо не разбираюсь не так много но и не так мало это типа это хорошо но ты вот производишь такое впечатление знаешь пацана с района такой немножко бы длан чуть-чуть как вообще какое у тебя отношение к лгбт изменилось изменилось ли оно вот после съемок в этом фильме она и было в принципе неизменно в 15 лет я отказался от одной роли потом я чуть-чуть жалел наверно что отказался ну то есть ты не гомофоб ничего против этого если меня за жопу будут лапать как бы я ну как бы сварка вырублю окей ты не боишься ну нет смысле если просто у меня есть друзья знакомые и это нормально есть бисексуал и лесбия там всякие ну как бы не всякие смысле под всякие есть такие люди это нормально у каждого свои тараканы в голове не таракан в голове не надо тараканами в голове у каждого просто свое свое по своему любовь проявляется ну а ты не боишься немножечко не знаю застрять что ли вот в этом образе такого пацана с района знаешь такого двести нет никакого образа просто это ты прям нет это не я меня вообще здесь нет я не существую на самом деле ну а какой ты ну просто этим говорю впечатление именно такой роли ты такие же играешь так получается так складывается я не знаю может я плохой актер с чего вдруг такой пацан с района ну ну если у тебя такое впечатление ну значит такой свой пацан да с района такой знаешь вот который на коробке футбол поиграет пивка выпьет ну могу мог раньше ну потому что так было это ну у кого не было тут у тебя детства не было я просто вот я хочу узнать ты не боишься стать заложником этого условно образа наш актер одной роли служи я с удовольствием в 60 лет буду играть пацана с района который пьет пиво и играет футбол на коробке ладно если не секрет сколько ты заработал за этот год не так много как все думают ну давай в цифрах это дуть это цифры это это ну примерно просто это интерес потому что год реально знаково для тебя выдался столько крутых проектов успешных полтора миллиона рублей да не блять долларов нет рублей хотя может быть типа может не полтора может и два но вообще быть актером это прибыльно если ты очень востребованный и и ты вот везде со всеми дружишь не хочу говорить потому что всем подлизываешь типа того но короче можно хорошо зарабатывать но для этого нужно и работать и хорошо и уметь хорошо работать и как бы заслуживать насколько вообще важно дружить в этой сфере вот и горишь подложить ну общаться к минимуму дружеские отношения поддерживать как и везде как и в любых сферах помимо вот актерской карьеры ты еще занимаешься музыкой и собираешь достаточно приличное количество вообще людей музыка для тебя это способ самовыражения или ты хочешь я не знаю как-то разделить свою карьеру на словно два пути я не разделял никогда меня в кино нашли благодаря музыке музыка это был способ самовыражения и остается им это образ жизни хобби то то что мне нравится то чего получил удовольствие а почему бы в театре например не играл не начал бы играть все вообще разница между театром пока что не играл я думаю об этом но по крайней мере есть лазейки как можно на сцену пробраться вот не через театр просто попробовать не так чтобы там вот смотрите все где-то аккуратненько там вот со своими ребятами на показе ну то есть каком-то то есть вот все спект четвертый курс типа того насколько вообще для актера важно играть в театре и нужно ли им это вообще или это просто знаешь как как развлечение дополнительное кино это развлечение дополнительное для актера ни у кого из актеров но никогда не стоит в основе в плане приоритета в приоритете всегда театр а почему так потому что театр это храм почему ну потому что но это профессия что ты чувствуешь когда вот к тебе люди приходят на концерт это видишь вот эту толпу которая пришла послушать твою музыку кайф у тебя приятно того что такое количество народа вообще пришло про последний концерт в москве да я но ведь я ждал этого прям вот этот концерт я прям хотел этот концерт давно шел к нему все таки да он типа сделает концерт кого сам слушаешь из реп артистов ну вообще в целом и наших и зарубежных слушаю мало сейчас кого из из нового сейчас не могу сказать прям из новых имен кого кто прям круто есть что то что типа нравится прикольно там или как-то за хаски например тебе не нравится первый альбом пару трек второй альбом который любимые песни воображаемых людей которые стрельного для его слушал слушал скриптониты но 2015 год когда они вышел альбом до выхода альбома такой все как раз трубили скриптониты скриптониты на этом половина моих там кумиров гуф там баста там еще кто ну вот кого-то обеатра вообще прям не принимал то есть я слушал кого-то кого-то слушал зарубежных но как и как у нас это явление воспринимают и вышел тогда как раз альбом от скриптонита потом и я такой да круто но у нас из русского рэпа что тебе больше нравится старая школа или новая старая почему чем привлекает больше старая школа и новая школа если мы прям разделяем прям вот 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 прям вообще вообще делим там на до 2015 там теперь вот вот как до 2015 это старая школа это до 2015 это старая школа ну да ну нет ну типа если старая школа кто-то мастер там шеф или кто-то еще и децел вот это старая школа если типа прям вот выбирать к чему-то там чуть чуть больше чуть меньше чуть больше к старой школе хип-хопчик класс это то на чем я рос фанк брейк-данс я знаю что ты знаком с гуфом нормально все точно не отцы плохо скажи пожалуйста историю вашего знакомства как вообще познакомили случайно на тусовке какой концерт директор гуфа вот мы с ним хорошо знакомы общаемся общались он дружил дружит с гришей вот почему общались общаемся давно давненько не общаюсь познакомились знакомились там где-то за там типа 1 в лужниках в гримерке там раз подошел там вот гар там подвел там это актер вот это вот там по вот это вот это вот это а потом у нас у нас ну как есть ребятки ганс демарс делал им альбом вадим продюсер и вадим который написал самый хитовый альбом каспийскому грузу самый хитовый альбом у чемодан клан группы это хип-хоп все вот русский рэп чемодан клан рим дига ну вот весь короче русский рэп вот все то что там до 12 до 13 до 14 года почти все 90 процентов сделала где вадим либо за господа где вадим и продакшен был и он делал им музыку и там кто-то что-то знаком там был еще один рэпер тоже си-4 он менеджер и он как-то привел вот лёху на студию показывал там то ли материал то ли что-то знакомились и потом вот я не помню как то вот мы еще виделись виделись там где-то на тусовку потом здесь где-то там джипси там потом все я даже сам не поймем как-то заобщались на какой-то из вечеринок ну да да на какой-то зачерим но какой вообще человек алексей дал мат каким ты увидишь он крутой гуф как он вообще относится к твоему творчеству надо у него спросить от кого из музыкантов уже ловил респект за свое творчество за свой рэп а тоник свою еще от кого-нибудь не этого достаточно давай тогда перейдем немножко не на самом деле извини ну вот кого-то там ну еще много от кого ну вот как то через пик для тебя стало не знаю прям супер приятным что ты только были каждый каждый респект который когда-то был на моем пути от всех с кем мы когда-то пересекался я тоже алексея сергеевича и от меня гендж пили и от джей и от всех и от паши кравцы и от вот с каждым с кем когда увиделся общался когда-то когда мелкий не мелкий был выступал на бэках помогал там организовывать там концерт не организовывать короче везде маленький каждый маленький респект каждая встреча она влияет повлияла ты видишь возле себя в плюс-минус воплощение твоей вот мечты там детства не детства твоей цели и ты видишь что это возможно и конечно тебя это будет подпитывать если ты не дурак если ты дурак то ты будешь такой о блять почему у них все получается у меня не получается потому что не работаешь потому что ничего не делаешь или делаешь слишком мало давай тогда придем к тик току к блогерам и прочим остальным мне нравится все сейчас начали активно вообще переползать в тик ток и у тебя у самого сейчас достаточно хорошие охваты в целом и как ты относишься что вот вот все максимально начиная там звезды шоу-бизнеса там блогеры и тик токер все начали снимать в тик ток тренд тик ток не кажется ли тебе что слишком мало места для всех условно в одной социальной сети в одной социальной сети мне кажется мало места везде всем для всех так будет казаться по крайней мере с появлением интернета и социальных сетей в нашу жизнь изменилось все изменились вообще все правила раньше практически все инкогнито ты ни хрена не знаешь и тебе интересно потому что ты ни хрена не знаешь сейчас все поменялось в лучшую или худшую сторону нельзя сказать что лучше или в худшую сторону это прогресс просто это прогресс который идет который будет идти развиваться в каждой временной эпохе есть свои плюсы и минусы быть блогером сейчас это стало обязательным то есть если например смотря чего ты хочешь ну вот если ты ведешь условно встал на тропинку медийной карьеры обязательно ли быть блогером в какой-то степени да возможно для кого ну вот смотря какую цель ты себе ставишь какая у тебя цель я не скажу секрет нет почему тогда не скажешь просто хорошо у тебя знакомство к кем-нибудь тик токерами да с кем я не знаю как у нее аккаунт называется ее зовут аня соколов и что она снимает тик токи тик таки я говорю тик таки извините тик такеры всем привет я не знаю знаешь ли ты но дань милохин в этом году получил премию gq как-то к этому относишься пиздюки и как нет что круто молодец но тебе не обидно условно что ты тратишь многие месяцы на съемки фильмах вот потому что у многих блогеров там и артистов они очень злятся на тик токеров что они типа снимают 15 нет он заслужил мне было было бы обидно если бы типа была номинация and oscars goals to дани милохин или глеб калюжный если вот он в нашел шоу то я бы сказал да пошли все нахер как бы хорошо ладно кого-то на ютюбе с блогеров смотришь вообще никого это видео бог но у тебя вообще была идея завести свой блог на ютюбе на давно давно есть тут есть куча чернового материала который который уже не хочется тоже никакого пускать если что-то делать тут с наработками чего-то вот прошу до делать но может быть почему нет да это да это было бы интересно сейчас вообще очень много слуху входит о твоей личной жизни такой вопрос если кто-то в твоем сердечке не скажу почему не хочу хорошо такой вопрос а были ли у тебя отношения с подписчицами или с фанатками знаешь были и как это получалось вообще это самый грустный опыт моей жизни почему что что произошло потому что человек изначально к тебе предрасположен это скучно это неинтересно это было просто неправильно самом деле вспомни самый безумный случай с фанаткой который у тебя был секс прям самые безумные безумный секс хорошо самый безумный секс в ее жизни возможно точно возможно нет но это такой совет для подписчиц да и молодым еще с тобой не надо знакомить нет нет не надо просто смысле нет но если в директ например напишите привет не знаю скинут сиськи условно укрой кидайте ваши сиськи в директ я не против главное чтобы вам было 18 лет или 16 но ваши родители были не против что вы кидаете сиськи это не шутка расскажи о планах вообще что ждать у тебя в следующем году или может быть под конец этого года ты что-то интересное готовишь если успею до конца года выпущу альбом скорее всего не успею уже точно будет трек и точно будет клип и будет анонс нового альбома если не новый альбом то анонс нового альбома до конца этого года не знаю в план если в планах там участие в каких-нибудь проектах в плане кино да и ты о них не расскажешь нет второй сезон новенького это не для кого не секрет сейчас везде все об этом говорят рассказывать что будет второй сезон поэтому я думаю что я никого не вижу что если я скажу сейчас будет сезон сериала одного пилота который мы снимали летом будет фильм один поживем увидим может еще что-то будет очень крутое на самом деле запросов то есть и желание снять меня есть у многих там сейчас вопрос немножко там будет уже в другом приоритете а что будет тебе интереснее ты имеешь нет не что будет мне интереснее вот есть конкретный фильм и там есть свои сложности будешь от них отталкиваться короче да что без сложности что все хорошо было я поняла спасибо тебе огромное что пришел она это ничего страшного говори давай я просто ура я надеюсь что вам понравился этот выпуск поэтому обязательно ставьте большие пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал также подписывайтесь обязательно на глеб и все ссылочки вы найдете внизу в описании на этом все с вами была ксюша хоффман глеб калюжный это была пушка всем пока